На сцене представители Казахстана, город Астана. Этих людей, с вашего позволения, прочитаю по бумажке. Сайран Канов, Аджол Сайран Канкулы и Абдешбеков Балат Темирханович. Простите, друзья, выходите, если что-то не так. Размеши свечного, размеши меня, размеши меня. Ассалам алейкум, Киев! Привет! Ассалам алейкум. Здравствуйте. Из Казахстана, из Астаны, вот никогда там не был. Говорят, что бывает зимой очень-очень холодно. Ну, у нас уже сейчас зима. Уже холодно? Да, завтра Новый год уж. Вы сейчас шутите? Да. Это хорошо, что вы предупредили, когда вы шутите. Ребят, ну а откуда юмор-то? Откуда? Вы работаете один дизайнер, второй геодезист. Просто КВН начали рано играть, по профессии не работаем, потому что дизайнера в Казахстане не заработаешь. Нет? Почему? Никому не нужен дизайнер? Потому что в Казахстане дизайнером это стрёмно работать. А хорошо, давайте так. Что в вашем представлении делает дизайнер? Я просто не могу понять, почему стрёмно работать дизайнером. Можно, да, рисуем, чертим. Ну, дизайн интерьера конкретнее, если бы, да. Понятно, ребят. Ну, будете шутить? Будем, постараемся. А показывают вообще нашу программу в Астане? Да, показывают. Да? Да, частенько. По интернету? Ну, только, да, по интернету. Если люди смотрят, и канал... Показывают в Астане по интернету. Нет, круто, конечно. Хорошо, ребят, у нас хорошее настроение, мы желаем вам удачи. Спасибо. Рахмид, Акжол, Булат, вы готовы? Всегда готовы. Поехали. Случай в аптеке. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, пачку презерватива. Пачку презерватива. Три, три пачки дайте. Три пачки презерватива. Коробку дайте, всё, отдайте. О, коробку, молодец, братан. Пачку Виагра можно, пожалуйста? Спасибо. Отлично, друзья, продолжаем. Очень жадный курильщик. Двигаемся дальше. Встреча по-казахски. Парень с девушкой. Я опоздала, прости меня. Ты где ходила? Чё опоздуешь? Чё ты где ходила? Опоздала? Опоздала? Ничего. Одна тысяча гривен у вас есть. Пойдём дальше? Ну, да, конечно. Поехали. Друзья, давайте представим. Техничка, которая моется. Двигаемся дальше. И так супружеская пара в спальне. Дорогая, спишь? Конечно, сплю три часа ночи. А, этот. У меня для тебя подарок есть. Блин, до утра не могу терпеть. Там в зале, в общем, айфон 6 я тебе купил. Эй, сволочь. Ты бы лучше кровать купил. Три года так спим уже. Стой, я заправил. Отлично, друзья, двигаемся дальше. И так, опять же, случай в аптеке. Здравствуйте. У вас есть, опять же, презервативы апельсиновые? Апельсиновые? Да, 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 есть апельсиновые. Есть, да? Да, да, апельсиновые. Манго есть? Манго. Манго тоже есть. Яблочный есть? Яблочный. Есть, есть яблочный. Картошечный есть? Картошечный. Картошечный есть, тоже, тоже есть. Баклажановый тоже есть. Баклажан тоже баклажан есть. А капустный есть? Вам в овощной отдел, наверное, мужчинам. А вот и 5 тысяч гривен. Продолжим. Думаю, думаю. Дальше опаснее становится шутить, ну что скажешь? Ну, наверное, не зря столько летели, думаю, можно сыграть. Да, да, давайте сыграем. Давайте сыграем, говорят ребята, 5 тысяч у них есть. Заработают ли 10, сейчас узнаем. А ну что ж, друзья, давайте представим курьезный случай на остановке. Эх, где маленькая девочка? И какая маленькая девочка? Кто вы такой вообще? Я сюда встань, я говорю конкретно, где маленькая девочка? Какая маленькая девочка? Не знаю, никакой маленькой девочкой. И еще раз спрашиваю, где маленькая девочка? Я не знаю, где маленькая девочка. Вот маленькая девочка, вот маленькая девочка. Давайте перенесёмся в случай в кабинете доктора. Доктор, доктор, помогите мне, пожалуйста. Что с вами? У меня раздвоение личности. Не успел твой доктор? Случай в ванной комнате, девушка. А теперь твоё воспоминание. Спасибо. Случай... Подождите, подождите. Поехали. Друзья, продолжаем. Итак, давайте представим зомби, который чуть-чуть опаздывает куда-то. Друзья, продолжаем дальше. Итак, муж с женой, точнее, неправильно объявил. Парень признаётся в любви девушке. Э, дорогая, будь моей женой, я тебя люблю. Ты дурак, что ли? Я же замужем же. Эй, хоть сто мужей, конкретно будь моей женой, я люблю тебя, говорю. Не могу, у меня дети есть. Эй, хоть детский садик, конкретно будь моей женой, пожалуйста. Я болею. Эй, хоть птичьи игры, будь моей женой, говорю. Ты чё? У меня ипотека с кредитом. Эй, сразу бы сказал, такет. Отлично, продолжаем. Дальше казахи, которые вообще не понимают русский язык, поехали. Как дела? Обязательно. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Итак, просто где-то на улице Киева. Эй. Салам алейкум. Алейкум ассалам. На улице поджеро стоит. Твой конкретно, да? Мой. А чё такое? Вот это мой. Ребят, а договорите до конца. Покажите эту миниатюру до конца. Ну, отлично, ладно. Эй, салам алейкум. Это, короче, на улице твоя машина стоит вот эта. Поджеро. Эй, мой поджеро стоит. Мой. А, ничего себе. А чё такое? С кем работаешь конкретно? Эй, с сухарем работаю. А-а-а, я достану это. А слухана, брачишка, если чё? А-а-а. Давай. Давай. У вас все в Киеве парковщики дерзкие такие, да? Да, не зря остановились. Ребят, ну, понятно, да? Эти аплодисменты от души. Этот зал вам хлопает не просто так. Спасибо. Потому что вы обаятельные, прекрасные, талантливые, молодые люди, у которых все впереди. Ну, а пока всего доброго. Приезжайте. Спасибо. Спасибо, Киев. До свидания. Ну, честно говоря, наверное, шуток не хватило. А так, самое главное, первый, второй раунд засмеялись даже жюри, комики. В этом мы рады, так как первый раз в Киеве. Я думаю, деньги не обязательно, а тут себя показать главное.